Привет, поляцы. Ну, слушай, Европа по раскалению показывает своем педальско-творческом, здравоцентом ментальности. Выставляем стузка на приводника унии, такого самого клоуна, яким был и ежи Бузык. Таким самым спикером божадных вплывов ни Туз, ни Бузык не мял и ни Бенжи мял. Але справа в иннем, что только верх гуры льодовой, той институции европейской, которая лечит таки края, как Польская, например, Украина, чечегатонковыми краями, которыми, например, в Польске пол на пол должна быть какая-то такая преступная, зорганизована мафия, которая сразу вчонж свой край и на пензе, за пензе, за хенца поляков, чтобы они выезжали из этого края, альбо просто они лечили этот край за свой, как Швейцария, например, в котором, альбо Дания, Норвегия, там таки, Великобритания, например, я уж не говорю за Америку, чтобы такие краютки были такие на краю, такие малютки, так, на Польске. Я еду на Польске, не до Польске, не до Украины. Я еду на Польске, я еду на Украину, но так и в зацеплении. Я еду там на отпочинок, там, показать там свои великие кошты туристы и подрюкать, порухать таких танютких, польских, альбо украинских проституцечек, молодых, которые в жизни этих пензе несчастных не видели, и этих яхт, и разных этих пердоликов, которые видят Рокфеллеры и рожная такая институция европейская, там, где пензе под оброном, там, где люди не боятся вкладывать в этот środок гури, по-просто краю, которые забезпечены под оброном, до них еще не дочат, жадные там, сепаратисты с Донбасса, а для европейчиков, для Рокфеллеров, такие краютки, как в натуре Украина-Польска, Чеши, там, Мадяры, то есть, что-то там, что-то там, что-то они там, есть свой, якийсь там, пепшоный теж хонор от того пепшоного Урбана, который начал в Ужгород, в Закарпачье, мяч, уж только услышал, что Украина стала слабым паинством, одразу захчел что-то там одепнуть, не то, что поляцы, мельчем и допомагаем, не кричим, что отдайте нам там того, того, чего, там, Львов, еще что-то, потому что вы сейчас сейчас слабы, а когда будете не слабы, то уже за поздно будет. И, собственно, как это, то мы с Россией договоримся. И так само поступаем, и так и пепшоный край, как, например, Франция, которая за своей смешной линией машину, просто не обронила свой край, своих кобет, как мы говорим в тех терминаторских фильмах. Он не может ни детей своих, ни кобета бронять. Просто пепшоный педальский, педерастический, гомосексуалистический, и пепшоный, гумняжный край, просто, выходит, но не все. Мнейшая половина этого края, правда, хорошо, добрые люди, и разом с украинской, альбо польской диаспорой. И еще есть пара персонов, которые просто есть примером Франции, но это очень жадкие такие персоны, которые знают во Франции, потому что Франция тоже в этой спорте, пененжной залатвение таких малютких краев, как Польская, Украина, и есть что-то там такое, которое я еду на Польскую, я еду на Украину. И влажно же это, это эвидентная эвиденция, когда одразу по войне с Грузией, Саркози залатвил с Путином продукцию местрали. Такие плывающие базы, которые могут уничтожить на море все, что в их защите. Оланды, курва, продает эту местраль, этот статок воевский для России, там, где он прибудет до Севастополя. И тогда Турция, что говорит, я не знаю, в НАТО, Франция в НАТО, не смотрит на Турцию и плынет там за свои местрали, так, то вещи, Поляцы, огромные, но не нужно спадать в дисперацию, а просто знать такую вещь, что Европа, то есть мы, Поляцы, Украинцы, Поляцы, таси, которые не имеют поддальского развития и которые не стараются, не намагаются, задать один другим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok